Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу про такую интересную вещь, как чай и духовность. Мне задали конкретно вопрос, то ли на ютюбе, то ли личиками, кто-то написал в контакте. То есть, как чай влияет на духовное развитие человека. В принципе, я немного раскрывал эту тему, даже, может быть, так или иначе раскрывал во многих блогах. Но хотелось бы отдельно посвятить прям целое видео именно вот этому вопросу. Я скажу так, что прежде всего чай, он, естественно, может быть, можно очень по-разному его пить. То есть, есть там церемониальное чаепитие, может относиться к нему там очень внимательно там и сделать из чая там даже не просто часть жизни, а, скажем, такой вот очень важный, действительно, можно сказать, даже смысл жизни для кого-то может быть чай. То есть, такие есть у нас сотрудники, и я сам бы много, можно сказать, такой, может, не совсем до конца, потому что много задач есть и кроме чая в жизни, конечно, но для меня, безусловно, пер-чай, это, там, как минимум, может быть, половина моей, как бы, головы заняты чаем. Вот. Поэтому очень сильно зависит от того, какое место чаю отделил сам человек в своей жизни. Вот. И, соответственно, исходя из этого, уже можно понимать, как чай может на человека влиять. Вот. То есть, если вы просто кого-то полюбили, хороший китайский чай, просто надо его пьете. И, в общем-то, может особо ничего не поменяться, просто вы вместо плохого, там, какого-то чая, там, простого, в пакетированном, там, или какого-то дешевого начали пить хороший чай, пользоваться правильной посудой и так далее. Вот. Тут именно вопрос, прежде всего, отношения человека. А можно подойти к этому, там, более, скажем, осмысленно, там, какие-то устраивают, там, чай пить, там, в полночь, там, или какие-то встречи с друзьями философские. То есть, это зависит от людей. Но я бы сказал так, что, все-таки, в основном, большая, такая большая часть людей, которые к чаю, именно, относятся, скажем так, осознанно и серьезно увлекаются, то есть, для них это не просто какой-то, там, одна из каких-то, один каких-то трендов, там, или для которых становится чай частью жизни, конечно же, он на человека влияет довольно сильно. Я, кстати, вот в этом видео немножко говорил, как он влияет на счет, именно, каких-то других физиологических зависимостей, то есть, отказа, прежде всего, от спиртного, от каких-то вредных привычек и так далее. Это на таком, скажем, самом базисном уровне. А далее уже происходит какой-то такой вот, ну, то, что я могу назвать, может, гармонизация личности, то есть, когда немножко уже меняются интересы, вот, и немножко меняются некие предпочтения, круг общения и так далее. Вот, это очень по-разному происходит у разных людей, но я бы сказал, что, наверное, может быть, у половины вот моих знакомых, кто так или иначе увлекается чаем, чай поменял так вот прям очень конкретно, то есть, просто, там, глобально. Насчет каких-то духовных моментов. Я, опять-таки, как я тоже уже говорил, не являюсь каким-то особо, там, духовным человеком, не могу назвать, там, глубоко верующим и так далее. Я с большим уважением отношусь к любым каким-то религиозно-духовным проявлениям, как бы, у людей, как бы, считаю, что каждый имеет право на само, скажем, определение в этом плане. Вот, но сам, как бы, я не примыкаю ни к какому из учений, там, и так далее. Вот, при этом мне симпатизируют, симпатичные, и я глубоко уважаю многих, как бы, именно людей, которые, действительно, много чего сделал для людей в плане духовном. То есть, тут у каждого свой путь, не берусь что-то судить. Я скажу, что многие, конечно, кто увлекаются Китаем, конечно же, они тяготеют именно к восточной культуре, потому что, ну, это логично, что Китай – это восток, вот. И чай, он, в принципе, в Китае был всегда, именно культурный аспект чая, да, он часто очень продвигался посредством монастырей, то есть, именно буддистских, даосских и так далее. То есть, часто это было, то есть, понятие, например, монастырский чай. Кстати, в России есть такое понятие, да, то есть, делали там те же травыные сборы, там тоже в монастырях и в Китае, и в других странах. То есть, как бы, часто монахи именно, да, то есть, при каких-то своих обителях, да, то есть, выращивали чай, и его делали. А в Китае это отдельная такая прям тема, потому что многие монастыри, они владеют большими плотациями и действительно делали очень много чая. И в данный момент сейчас это тоже есть, то есть, это единственное, что это не в каких-то больших масштабах, это как такой, скажем так, эксклюзив. И такой чай в Китае очень ценится, вот. Есть, конечно, много каких-то таких, скажем, спекуляций на эту тему, что вот там это… Ну, то есть, грубо говоря, не всегда монастырский чай по названию является им на самом деле. Вот. И не всегда он из-за того, что монастырский какой-то уникальный. Но если действительно человек, как бы, скажем так, находится в монастыре в каком-то своем, скажем, состоянии, то есть, у него есть время банально сделать чай хорошо. Он не торопится за каким-то там прибылью там или чем-то еще. Поэтому, ну, у него есть время сделать чай классный. Особенно, если это, как бы, скажем, наследственно передается. То есть, часто бывает действительно чай из таких мест действительно хороший. Но и, безусловно, конечно же, и дорогой. Вот. Поэтому тут есть, как бы, как и те, кто спекулирует на этом, есть те, кто, в общем-то, действительно продает качественный чай из этих мест. Есть и то, и то я встречал. Вот. И поэтому, конечно же, так как многие духовные люди занимались чаем, то, соответственно, те, кто чай пьют, приняв от духовных людей такой чай, проникаются не только чаем, да, но и некоторыми идеями, которые транслируют люди, которые чай продают. Вот. Во многом, то есть, даже кто-то там, ну, смотрит, там, спрашивает, а Сергей, а вы там веруете в это или веруете в то, там. То есть, пытаются найти какие-то ориентиры такого плана даже во мне. Мне это немножко забавно, конечно, но есть такой момент, действительно, я встречал. Вот. Я немножко говорил про свои какие-то мировоззренческие моменты. Вот, выдел вот это вот первое мое прямоззрение, вот это второе. Но, как бы, тут все-таки не канал пропаганды каких-то духовных ценностей, мы про чай, как раз, говорим. Я бы замечал очень разных людей, на самом деле, в чае. У нас есть и священники православной церкви, и мусульмане, именно, если говорить про Россию, и самых разных, в общем-то, верований. Там, индуисты, сторонники, там, те, кто увлекаются йогой, те, кто увлекаются восточными какими-то практиками, те, кто увлекаются буддии, буддисты, безусловно, тоже. То есть, как бы, самые разные люди находят именно, скажем, вещи. Иногда скажут, что чай, он универсальный продукт. Он, как бы, абсолютно любое какое-то духовное устремление, он, я думаю, только может помочь и как-то раскрыть, потому что основное его свойство – это просто, как бы, скажем, гармонизация и некое такое порядовое чинье. Вот, то есть, когда он у тебя… То есть, есть, как говорится, в действии чая два аспекта – и расслабление, и концентрация, да, и некая такая вот, ну, бодрость, скажем так. То есть, как бы, он дает разнонаправленное состояние. Но, в целом, это, можно сказать, гармонизация личности. И поэтому, безусловно, если ты гармонизируешься, если ты направляешься на какую-то добрую волну, там, на спокойную волну, да, на, скажем так, более адекватное восприятие реальности, то, конечно, в общем-то, духовная какая-то, духовная практика – это только поможет. То есть, не даром, в общем-то, буддисты… Ну, есть же самая известная, собственно, фраза, да, чэнь, чай и вэй. То есть, как бы, чай и чэнь, то есть, буддизм древний, да, чэнь, чэнь – это на один вкус. То есть, это, в общем-то, очень распространенная, кстати, каллиграфия. Она у нас даже в Петербурге висит, в чайной. Вот, то есть, это, как бы, не даром так говорится. И, кстати, очень много, я встречал, сейчас смотрю все больше и больше. И в православной, кстати, в православной среде начинает чайная история как-то обретать популярность. То есть, у нас многие священники, наверное, появляют чайную тоже. То есть, это, как бы, тут универсально нет какой-то такой темы, что вот чай – это только, там, какой-то Восток, там, или что-то еще. Кстати, еще такой момент, чисто, тоже духовный. Многих людей, там, скажем, православных, напрягало, что вот, там, у вас, там, всякие, вот эти вот, Милуфо, там, Будда, там, или, там, гуанинь на доске. Вот, я, кстати, вот, понимаю, что говорю про чайные фигурки вот в этом видео. То есть, что это, типа, было бы не православное или что-то еще. Я бы сказал, что не стоит к этому так относиться. Это просто как некий элемент, которому можно придавать значения разные. Можно придавать ему значения просто как ритуальные, можно придавать этому значения просто как некие украшения пространства. Вы же не начинаете, вы же не говорите, что я не ем суши, потому что я, там, вот такой весь себя, там, верующий и мне это, типа, противно. То есть, это, я считаю, такой некий фанатизм. И я считаю, что чай, он помогает как раз открыть немножко видение на то, что фанатизм в любой, в любой вере, в любом духовном каком-то пути, это абсолютно тупиковый путь, тупиковый путь. Вот, поэтому я вам желаю как можно больше пить хорошего чая. И самое главное, всегда двигаться вперед, потому что движение вперед нет конца. Главное, не приходить в тупик. Желаю вам приятных чай пить и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok